Средняя продолжительность жизни в Молдове Средняя продолжительность жизни в Молдове Иларион и Мария, мои дедушка и бабушка Последние несколько лет дедушка жаловался на боль в ноге Прошлой зимой боль стала невыносимой Скорая помощь увезла его в больницу Врачи сказали, что это закупорка сосудов И что ему станет лучше после нескольких процедур Я пролежал там 10 дней После этого мне выписали лекарства Я не мог их принимать Дома становилось все хуже и хуже Я снова пошел в больницу В приемном отделении доктор подошел и сказал Я тебя лечил и дал список лекарств Большего я сделать не могу А мне было очень плохо Прописанное доктором лечение не помогало Боль становилась все сильнее Решено было обратиться к другим специалистам Так стало известно, что на левой ноге развилась гангрена Уже поздно, нужно было прийти раньше Сказал, что нужно резать Я не хотел, но когда врач сказал, что нужно резать, я согласился Ногу ампутировали выше колена Инфекция распространялась быстро Последствия могли бы быть еще страшнее Это повлияло бы и на сердце, и на все остальное Я пролежал там 15 дней, а потом все стало нормально Спасибо доктору, который сделал мне операцию За то, как он зашил Уже полтора года у меня ничего не болит Все нормально, не чувствую никакой боли В отчете фонда ООН в области народонаселения за 2016 год Говорится, что в Молдове каждый второй пожилой человек Лишен возможности вести самостоятельную, здоровую и безопасную жизнь Кроме прочего, ООН призывает власти предпринять меры для профилактики заболеваний И обеспечить пожилым людям качественные, доступные и подобающие услуги Почти 27% респондентов исследования, проведенного организацией HelpAge Говорят, что не получили медпомощь в тот момент, когда в ней нуждались Они объяснили это слишком дорогим лечением, невозможностью ездить в клинику Или тем, что их дискриминировали по возрасту Важно, чтобы люди знали свои права, знали, что скорая медицинская помощь Бесплатна и безотказна для всех жителей Молдовы, в том числе для пожилых Первичная помощь предполагает бесплатный доступ для всех граждан, в том числе для пожилых К медицинской помощи в объеме, предусмотренном единой программой обязательного медицинского страхования Если эти права не соблюдаются, говорит Татьяна Затык, пациенты должны обратиться к руководителю учреждения В котором им отказали о предоставлении медпомощи, либо в министерство Здесь лучше по сравнению с другими Я лежал в Криулянах, там все по-другому, они иначе себя ведут Что-нибудь скажешь, а тебе говорят Не кричи, сиди там, орали на меня Если еще раз крикнешь, я встану и уйду Кишиневский центр гериатрии, геронтологии был открыт несколько лет назад Это главное медицинское учреждение в стране, специализирующееся на лечении пожилых людей Если можно так сказать, оно самое удобное для таких пациентов К сожалению, здесь, так и в других подобных центрах, количество мест ограничено В начале у нас было 380 мест, а сегодня 700 Сколько таких учреждений? Столько, сколько районов У нас есть целая гериатрическая клиника В муниципальной клинической больнице номер 4 мы открыли два гериатрических отделения по 35 мест А также отделение палеотивного ухода на 30 мест Если в Кишиневе около 200 больничных мест для пожилых людей То в районных отделениях их по 10-20, поясняет доктор Нигара Этого недостаточно, нужно как минимум вдвое больше Сегодня у нас 17,5% граждан, пожилые люди Если учесть миллион граждан, уехавших из страны, то в реальности эта цифра намного выше Из-за ограниченных возможностей медицинской системы Молдовы Основные усилия медиков направляются лишь на лечение пациентов в острых состояниях Для профилактики и предупреждения болезни или посттравматического восстановления То есть для продолжительных процессов, пока нет технических и финансовых возможностей Они сразу смотрят на возраст Сколько вы еще хотите прожить? Примерно так и говорят Я не имею в виду наших врачей в селе, к которым я обращалась У меня не было таких проблем, потому что ходила с детьми Учительница в прошлом, Вероника Тесля, из села Лэпушна Ханчешского района Рассказывает, что ходит на обследование вместе со своими детьми А в последний раз, когда ей пришлось лечь в больницу, ей помог один из ее бывших учеников По ее словам, попасть в больницу самостоятельно сложно Я видела, как там было На этих стариков с медицинским полисом Врач то посмотрит, то нет А бывает, приходит человек без полиса И попадает туда же Разве это не другое отношение? Это устаревшие традиции, когда пациент поступал в больницу и лежал там, как в санатории А если нет остальных услуг, его отправляют домой? Не отправляют, все случаи решаются в индивидуальном порядке Есть люди, которые лежат в больнице и месяц, два, три, в зависимости от ситуации, от тяжести, состояния В то же время, доктор Нигара говорит, что госпитализация в гериатрическое отделение на более длительный срок возможно Только если кто-то из близких или родственников пациента согласны ухаживать за ним в течение всего периода лечения Госпитализация в гериатрическое отделение возможна Только если рядом с пациентом круглосуточно будет кто-то находиться Поскольку штат персонала гериатрического отделения не позволяет ухаживать за 40 больными, прикованными к постели Это очень сложно Наталья Берекова живет одна Ее муж и двое сыновей умерли много лет назад Ей есть, что рассказать о молдавском здравоохранении Ее страдания начались 10 лет назад, когда врач скорой помощи сказал ей, что она пережила инсульт Приехала скорая В общем, врач посмотрел, женщина одна, врач Посмотрела, говорит, у вас инсульт Можем вас взять в больницу, мне говорят А я говорю, ну что, не объяснила мне, я же не врач, я же не знала Она не объяснила мне, что, чего может случиться дальше Могла бы сказать, что вот сейчас у вас микроинсульт И если мы возьмем вас в больницу, вас могут поставить на ноги Она говорит, ну как хотите Не осознав до конца, что же произошло, женщина отказалась от госпитализации На второй день мне еще хуже стало Так, приехала другая скорая, врач нормальный Объяснил, что, чего и как Забрали меня в больницу, но уже было поздно У меня такие, левая сторона парализована Время прошло, но медицинская система почти не изменилась, говорит пенсионерка То, что инсульт, у меня сейчас еще и рак в груди Но мне сразу в поликлинике сказали Это пять лет уже, как я страдаю Сразу сказали, что операции вы не подлежите Потому что давление высокое За 220 и выше так давление было Давление высокое, мы не можем оперировать вас Вы не подлежите этому Потому что у вас есть, вас нельзя Химиотерапию вам не выдержать Нельзя это делать Пошли к врачу Говорят, ну что, мы вам больше ничего не можем сделать Женщина осталась даже без медикаментов, которые она получала в больнице И не знает, что ей делать дальше Без лекарства, без ничего Ну, вы знаете, боли есть, но не сильно есть такие боли Я пью, имею темплгин, я его принимаю и мне успокаивается За последний год Наталья Берекова всего 4 раза выходила из дома И каждый раз это был визит в больницу Несмотря на пережитые испытания, несмотря на то, что семейный врач не бывал у нее уже 7 лет Женщина говорит, что не держит ни на кого обиды Нянечке дашь, судно принесет Не дашь, не принесет Медсестря сунешь в карман, она к тебе иначе относится Если не дашь ничего, значит ничего не будешь иметь Вот так Вы говорите, что это все от бедноты А от чего думаете? Разве люди пошли бы на то, чтобы брать у пенсионера деньги, если она получала бы хорошую зарплату, даже эта медсестра? Они же копейки тоже получают Со временем ситуация станет лучше, уверяют чиновники Минздрава К сожалению, для большинства стариков именно время является решающим фактором Развиваются медицинские услуги на дому для людей, которые не способны передвигаться Также палеотивный уход – это новый вид услуг, связанный с предоставлением медицинской и социальной помощи Для людей с тяжелыми заболеваниями, страдающими онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями, которым необходимо медицинское вмешательство на терминальных стадиях В следующем выпуске программы «Пурщи Симплу» мы попытаемся узнать, сколько денег пожилые люди тратят на лекарства И почему здоровый образ жизни для пенсионеров зачастую роскошь Редактор субтитров А.Семкин